Здравствуйте, ребята, добрый день. У нас, наконец-то, очередное обновление в Брукхейвен. Я нахожусь на новой квартире. У меня немножко хреновое рабочее место, так сказать. У меня вот стол, блин, кофейный, и я вот так вот тут сижу, поэтому если буду вот так сидеть, знайте, это не я горбатый, это просто сидеть неудобно. Вот, и мы сейчас что делаем? Мы сейчас отправляемся в Брукхейвен, потому что у нас здесь новое обновление. Давайте же посмотрим, что добавили. Добавили, значит, пиратский корабль. Пиратский корабль премиум, что довольно, знаете, интересно. Добавили все, что связано с ветеринарными клиниками, госпиталями, какими-то приютами и прочее, прочее. Короче, теперь у нас, грубо говоря, есть животные. Не адопми, конечно, но каких-то пэтов мы все-таки можем брать. И снизу написано, каких именно пэтов, поэтому давайте будем смотреть, что же у нас здесь такое. Начнем, наверное, с самого такого интересного. Это с новой локации, которую мы добавили в Брукхейвен. Это Animal Rescue, как видите, вот здесь находится. Подняться мы можем через дань 300, да, поэтому двигаем сюда. Так, и как вы видите, у нас здесь огромная-огромная территория, да, которая большая довольно, да. И, как вы видите, у нас здесь все использовано для того, чтобы, ну, что-то с животными, короче, связано было, да. И, как вы видите, здесь мы можем также переключать, да, вот тут можем переключать, но мы попозже с вами переключим. Итак, давайте посмотрим, что здесь. Тут у нас кошечки. Как видите, теперь мы можем их брать. Также вы можете их брать, это доступно через инвентарь вот здесь. Сюда нажимаете, тут можете выбрать, кого хотите. Есть переноски и прочее. То есть так вот вы с котом можете давать. Видите, он глазами немножко лупает, что немножко якобы живой, да. Здесь у нас собачки, кошечки, как бы все нормально. Также вы можете брать такие вот переноски. В томе с лицом. У меня что-то не тут с лицом. Так, и смотрим, что здесь. Тут у нас, смотрите, всякие клетки для животных. Окей, это понятно. Здесь можно, в принципе, прийти и адаптировать, да, питомца. Можно его взять к себе, приютить, так скажем. Также у нас здесь есть ветеринарная клиника. Допустим, у нас заболел питомец. Давайте мы сейчас его возьмем, например, такую вот штуку. Сюда мы приходим. Здесь как бы должен быть ресепшенист, но тут, как видите, никого нет. И это довольно прискорбно. Так, заходим внутрь. Здесь у нас вот такая вот, я не знаю, предбольничная зона. Я не знаю, как это сказать. Предоперационная зона, наверное, или что-то такое. Здесь у нас находятся животные. А тут непосредственно уже находится зона операционная. Где, в принципе, тут надо кошечками что-то делать, да. Поставить мы, скорее всего, никого не можем. Давайте попробуем. Такое возьмем. Нет, поставить мы не можем, к сожалению. Поэтому я не знаю, как будет происходить операция. Я не знаю, но окей. Так, что у нас дальше? Дальше у нас здесь как бы, в принципе, ничего необычного. Это, в принципе, те же самые ассеты, которые у нас в больнице находятся. Что довольно прикольно. Итак, ну, в принципе, с питомчиками как бы и хорошо. Как видите, здесь огромное количество. Также у нас есть эти питомцы в пропсах. То есть, если вы хотите поставить питомчика, вы можете это сделать через пропсы. Например, вот можно поставить... Алло, ставится больше нет. Ну, например, вот сюда можно поставить питомцев. И раньше мы не могли их брать. И теперь мы можем брать вот таким вот образом. Например, кошку можно так взять. Черная, видите, сочетается даже с моей футболкой Брайс. Кстати, ребята, если вы хотите такую же футболку, вы можете залетать. Залетать ко мне в группу в Роблоксе. Там будет ссылочка. Залетать в описании. Там будет ссылочка на мою группу в Роблоксе. Вот. Вы можете залететь туда и купить мерч, который вам понравится. Итак, двигаем дальше. В принципе, с кошечками и собачками все понятно. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это за обновление. Вообще хорошее или нет. Вот так вот. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Давайте мы поставим сейчас 12 дня, чтобы было светло. Все было хорошо. Теперь мы отправляемся с вами в локацию. Какую-то морскую. Потому что у нас добавили же новые лодки. Вообще как-то странно, да? На самом деле, не очень связанное обновление. Добавили кошек, собак. Но при этом еще и лодки добавили. Корабли. Даже вот так скажем. Итак, давайте отправимся, наверное, на следующую. Например, вот сюда. И посмотрим, что у нас за корабли добавились. Первый корабль у нас бесплатный. Сейчас. Да я умудрился, блин, завалиться. Первый корабль у нас бесплатный. Вот так вот он выглядит. Давайте мы его сейчас поставим вот здесь. Так. Пиратский корабль. Ребята, прям уже блокфрут какой-то у нас, а не Брукхевен. Я вам так скажу. И мы можем вот таким вот образом им управлять. Не сильно сложно. Тут у него, кстати, фонари есть. Я не знаю, они светятся вообще ночью. А ну давайте мы проверим. Ну, что-то видно, я имею в виду или нет. Не, они особо не светят, поэтому кофе бы на них. Что мы можем делать? Можем стрелять из пушек таким вот образом. Бэмс, бэмс. Посмотрите. Хорошо. Также вот сюда. Бэмс, бэмс. Но я считаю просто замечательно. Просто замечательно. Кают у нас, видите, здесь никаких нет. То есть мы вниз спуститься не можем. Можем попробовать через Shift-P залезть внутрь. Как видите, здесь пустота. Хотя в теории, в теории, вроде как можно залезть. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, мы сейчас возьмем спальный мешок. С помощью спального мешка попробуем залететь внутрь. Если можно будет, то это вообще будет замечательно. Не знаю, мы сможем его поставить вообще, спальный мешок. А, подожди, мы же сквозь этот проходим. Точно. Что-то я тупанул, блин. Сквозь этот проходим. Ну вот здесь можем, кстати, заныкаться. Здесь можем заныкаться. И нас, в принципе, не найдут. Тут тоже можно, кстати, заныкаться. Неплохо, неплохо. Можно так прокрадываться. И следующий корабль. Давайте посмотрим из премиума вот этого ботпака нового. Сейчас мы его поставим вот так. Как видите, он гораздо больше. То есть он прям вообще супер большой. Он выглядит, кстати, точно так же. На самом деле, вульфпак. Блин, можно было бы как-то по-другому его хотя бы сделать. Как вы видите, те же самые ассеты. Вот у нас такая зубчатая, ступенчатая корпус, каркас. Да, тут то же самое. То есть вообще разница ноль. Единственное, что добавили здесь, это внутренние каюты. Да, поэтому мы можем с вами даже в кают-компанию зайти. Давайте сейчас проверим. Ездит, кстати, это все как обычная лодка, как обычная машина точнее. Так, что мы можем делать? Здесь мы можем сидеть, кстати, кто не знал. Вот так вот можно присесть. Также мы можем стрелять. К сожалению, никакого толка от этих нет. Это вам не блок срутся, но все равно прикольно. Вот сюда мы можем подняться, управлять. Но теперь мы можем зайти еще в каюту. Вот здесь стать капитаном. Можно взять... Ничего не можно взять. Интересно. Посмотрите, какая карта. Карта прям пиратская. Но правда это... Я не знаю, откуда взяно. Взя... Взя... Взяно. Взя... Взяно. Как правильно? Взяно. Взято. Вот, блин, взято. Взято, короче. Праздите, ребята. У меня русский очень плохо. Так, и мы можем еще спуститься вот сюда. Это у нас отдел вот такой. То есть здесь можно еще стрелять снизу. Грузовой, я тебе, грубо говоря, да. И также... Также мы можем открыть... Я не знаю, что это. Клетку. Короче, сюда можно кого-то посадить, да. Закрыть. И все будет хорошо. Также есть у нас такая вот зона. В принципе, там ничего нет. То есть я заходил сюда. Как бы... Я не знаю. Ничего тут такого интересного нет. Но зачем это сделано, я не понимаю. Напишите в комментариях. Может быть просто, типа, недостроено. Или что-то такое. Я не знаю. Но мне, в принципе, корабли очень нравятся. Давайте посмотрим, как они ездят. Сейчас возьмем. Поставим самую максимальную скорость возможную. Врубим турбо. Самый максимальный. И... Так, ну дрифтинг, наверное, не будем. Погнали. Да, сейчас посмотрим, насколько быстро этот корабль сможет двигаться. Кстати, тут можно подняться, по-моему, по этой штуке. На мачту. На самый верх. На смотровую. А ну-ка, давайте проверим. Что-то я как-то ее пропустил. Так. Можно подняться? Нет? О, да, можно. Смотрите. Поднимаемся. Правда, это невозможно, блин, с моим телом. А ну-ка. Попробуй. О, отлично. Ну, в принципе, прикольно. Можно на мачту сесть. Мне нравится. Давайте мы сейчас сядем и попробуем разогнаться. Посмотреть, как эта лодка вообще гонит. Отличается ли она как-то по скорости? Вот это непонятно. Но сейчас будем смотреть. Я надеюсь, что все хорошо. Она ничем не отличается. Ну, в принципе, как бы, как и обычная лодка. Как обычная лодка, обычный корабль. Ничего такого сверхъестественного нет. Но за дизайн респект. Прикольно. Вульфпак сделал. Корабль хороший. Напишите в комментариях, как вам новое обновление. И не забывайте чекать мою группу в Роблоксе. Там много мерча. Заходите, покупайте. Мне будет очень приятно.